Драдони, товарищи, да, меня тоже эта хрень не отпускает, поэтому я хочу, я хочу таки эту миссию завершить с лодкой, с эвакуацией, поэтому сейчас я себе нарандомлю, вот она замечательная, и я вот прям хочу туда окунуться, пойдём. Окей, мы заспаунились, заспаунились мы, я вам скажу, вообще не, вот прям место говно, слушайте, надо место менять, тут племя какое-то есть, давайте, давайте, может быть, я вот здесь вот буду жить, смотрите, здесь неплохое место, так что ставим костёрчик туда, сейчас ребята его построят, и мудрец сам подойдёт. Давайте быстрее костёр, мне нужно срочно развиваться, пока нас молния не прибила. Ну, видите, он сразу дерево рубит, всё, прям сразу они делают, такие прям молодцы, ужас какой. Окей, костёр готов, и мы можем сразу же что-то начинать исследовать, начнём мы, наверное, с еды, а учитывая, что у нас тут полно зелени, наверное, мы пойдём в Кроп Роу, сейчас он это дело исследует, я сразу поставлю пару где-нибудь вот здесь вот грядочек, я думаю, что двух на данный момент хватит. Где-нибудь так вот, одна грядка, вторая грядка, едем дальше, нам точно требуется шелтер, и вот тут надо внимательно посмотреть, какой мне лучше сейчас подойдёт, учитывая, что, вот, смотрите, есть клей-хатс, но клей-хатс нужно, короче, глины добывать. В принципе, давайте попробуем, да, давайте попробуем, что такое клей-хатс, потому что у нас тут внизу, смотрите, куча глины, вот видите, вот эти вот квадраты, это глина, поэтому мы попробуем строить дома именно из глины. Ну, допустим, их будет четыре, вот прям здесь, вдоль этой, у подножия, так сказать, этой прекрасной горы. Дальше, чтобы они эту глину собирали, мы должны вот так вот эту территорию выделить, теперь они будут знать, что там имеется глина, и вот видите, они уже сами побежали всё это дело выковыривать. Молодцы какие, а, просто красавчики. Кто-то правильно заметил в комментариях, что это действительно стратегический рогалик, чего я, например, никогда не видел, поэтому мне это дополнительный интерес принесёт, принесёт мне, да. Итак, у нас находится во владении 7 очков, мы сразу выходим в клей-пит, потому что нам надо будет дома потом строить заново, когда глина кончится внизу, а наши дома разрушатся из-за дождя, например, надо будет её где-то добывать, поэтому да, это надо. И, естественно, сразу же мы разблокируем фестиваль. Давайте посмотрим, что нам требуется для этого. Здесь, значит, глина, брёвна, риц и жратва, да, с рицами будет проблема, а вот это и брёвна, глина, еда. Вот это можно взять, они, да, вот этот вот нас, наш, господи боже, я заплетаюсь сегодня, котёл даст 5 очков. Единственное, только запрос по популяции 10 человек. Ну, берём, да, у нас скоро 10 человек-то будет. Замечательно. Значит, клей-пит мы устанавливаем, ну, допустим, вот здесь, чтобы она не мешала никому. Сейчас дома будут достроены, и они начнут там, так сказать, плодиться. Я устанавливаю ещё одну грядку, на всякий случай, и сразу же поставлю этот огромный чан, который почему-то никуда не ставится. Куда тебе надо ставить? Это очень странно. А, его прямо на костёр надо устанавливать. Ну, хорошо, давайте установим. Пускай они его построят. Значит, напоминаю, эта херля нужна, чтобы нагенерить ещё очков, чтобы продвинуться дальше. Значит, для того, чтобы продвинуться дальше, нам потребуется, естественно, вор. Эта штука разблокирует казармы. Поэтому мы сразу открываем пассив. Посмотрим, что это такое. Что, прости, Health Construction Time? Ага. Есть вот ещё верёвки. Что самое дешёвое? Это вот это. Деревянные гвозди. Давайте возьмём деревянные гвозди. Давай, обдумывай, дружище. И у нас остается три очка. Я очень надеюсь, что этого хватит, чтобы выйти в войну. Прямо сейчас. Так, что? Супер. Начали строить чан. Местные племена. Есть у нас гвозди. Это прекрасно. И мы пробуем. Три, три, три. Два. О, смотрите, два. А, ну да, это пышка грёбанная. Слушайте, я подумал. Может быть, нам попробовать в этот раз сделать лучников. Потому что лучники... Они... Они помощнее оказались. Когда на меня напали, они прям хорошо моих выкашили. Поэтому давайте-ка выйдем в лучников. И посмотрим, что это такое. Мне прям очень интересно, как это будет работать. Давай, мыслитель, мысли скорее. У нас уже сколько человек? Пять из шести. Ребята, а там по два человечка сидят. А-а-а. Так, а почему у меня никто на глиняном, значит, этом не работает? А ну, быстро пошёл работать туда. Ты чё, обалдел? Мне ж глина нужна. Ты говнюк такой. Итак, наша эрчери уходит куда-нибудь... Давайте, допустим, сюда. Но сейчас, конечно... Вот, видите, дожди пошли. И дожди будут сильно бить по дому. Я полагаю. Но вроде... Ну, нет, всё-таки вот эта тучка-то нальёт. Да, хорошо нальёт. Ладно, в любом случае с едой у нас проблем нет. У нас есть проблема только с глиной. Да, глина — это прям печаль. Но хорошо, хоть тучки не грозовые, меня хоть не сожгут. Зато, если будет пожар, глина и дома должны выстоять. Тем временем наш котёл построился. И теперь надо только увеличить популяцию до 10 человек. И всё у нас будет прям охренительно. Всё, фестиваль готов. Видите? Теперь мы ждём народ. Ждём народ. Ребята, вы какие-то прям противные. Быстро построили мне оба домика. Их иногда нужно прям помогать им. Понимать, что они должны делать. Они тупят что-то конкретное. Он, видите, я назначил, и он сразу пошёл строить. То есть глина у них, в принципе, есть. Значит, он говнюк. Просто не хотел это делать. Ребята, куда побежали? Нет, походу, глины всё-таки нет. Ну, хорошо, пускай носят. Я им в любом случае поставил там эту копательную систему. Что случилось? О! Козлы хотят еды. Видите? Надо принести на стол еды. И, честно говоря, давайте, может быть, принесём. Тогда они хотя бы на нас не нападут. Я просто не знаю, как это работает. И принесёт ли он вообще еды. Вот я его на стол типа назначил. Он говорит, я хочу еды. И этот куда-то опять сразу побежал. Надеюсь, он побежал за едой. О! Скорми им солому, дружище. Во! Он потащил еду, слушайте. Да, он тащит им еду. Ну, давайте откупимся. В этот раз я буду стараться более безопасно, короче, играть. Да, потому что в прошлый раз что-то у меня не очень это получилось. Да, два раза сдох. И, в общем, наша деревня теперь поддерживает 10 человек. Но этого, естественно, маловато. Всё, они еду забрали и утащили, короче. Окей. А я хочу больше домов. Я поставлю ещё один дом куда-нибудь сюда. И ещё один дом куда-нибудь сюда. Это будет уже 12 человек. Но это всё равно мало. Надо больше домов. Поэтому, вероятнее всего, вот здесь ещё три поставлю. Нам нужно больше людей, понимаете? Вот. Нужно освободить вот этого мудреца. Вот видите, где он сидит? Вот, собственно, это наша ближайшая цель. Если я, конечно, не сдохну. Но я надеюсь, что всё-таки удастся мне сейчас нагенерить себе лучников и надрать им жопы. Кстати, о жопах. Я не могу прокачать вор. Не могу. Зато я могу выйти в мувмент. Значит, что такое мувмент? Это, по сути, такие вот интересные сооружения. Можно сделать настилы. Можно делать бамбуковую лестницу. И можно делать даже какие-то площадки, на которые, может быть, размещать дома. Это не дом на площадке, ребята. Это площадка. Я уже это дело разблокировал, видал. Но сперва нужно, конечно же, провести фестиваль. А до фестиваля нам ещё 4 человечка требуется. А ребята, видимо, не успевают плодиться. Они весь все в работе. Вот кто-то пошёл в дом. Сейчас он там. Я не знаю, как они это делают. Я не знаю, как это делают только мужики. Ну, в общем, они создают новых людей у себя в палатках. Чёрт, современный мир. Куда катится? Ну, сейчас, может, пара человек выйдет. И я их назначу на строительство новых домиков. Еда что-то кончает. Зато глины дыхает. Слушай, дружище, давай-ка ты пойдёшь построишь дом. Потому что глину у нас уже... Вот, пожалуйста, 16 штук надо, короче, строить дома. Глину надо реализовать. Ты куда побежал, друг? А, они оттуда солому ещё таскают. Кстати, о соломе. У нас вот здесь есть еда. И за 2 очка, которых нет, мы можем, в общем, сделать ещё один вид еды. И он мне как раз-таки нужен. Это будет риц, наверное, да? Вот такие штуки. И вот эти штуки, они очень нужны для крыш, там, ещё для чего-то нужны. Для костра, по-моему, нужны были тоже сильно. Ребята, вы не хотите поплодиться немножечко? Ты что там тащишь? Ты глину, что ли? Да, походу. Давай вот этого чувака мы отправим в дом. Иди, короче, плодись там. О, у нас уже 7. Замечательно. Им надо давать свободное время, а то они не успевают создавать новых людей. Так. Вышел, пошёл, построил. Да, кто из дерьма вылупился, как сказал Саруман, должен работать. Поэтому работайте. Музыка пропала. Это, наверное, плохой знак. Да, гроза идёт. А для того, чтобы о ней защититься, мы должны... А где... Протекшн-то вообще, смотрите, где. Мне надо 2 фестиваля, чтобы, короче... О, слушайте, не, надо в протекшн выходить, иначе они меня сожгут. Наверное. Хотя рейда вроде не видать. Домик построен. А этот домик уже строится, и нам надо... Сколько нас? 9 уже человек. Ещё один человек, может быть, фестиваль проводить. Замечательно. А грозу переждать, и после этого сразу фестиваль. Надеюсь, она не сожжёт мне костёрчик. Так, чё там по тучкам? Куда они идут? Ну вот, короче, пока вроде пронесло. Если она сейчас сюда молнией долбанёт, то, может быть, есть скрипт, который, типа, помогает тучкам знать, где я стартовал. А я переместился, и поэтому я в безопасности, может быть, а? Может быть, это так работает. И, в общем, нас 10. Создаём, ребята, фестиваль. Вот полетели очки. Эти мудрости, видите, пожалуйста. Одно есть. Второе прилетело. Мы, наверное, сразу же выходим в мувмент. Что нам лучше всего? Давайте мост, может, нет? Давайте вот эти штуки, ладно. Ну, они, видите, танцуют. У них всё хорошо. И они создают нам новые очки. Пять штук он даст. Уже ещё два прилетело. Всё. Фестиваль закончился. Сейчас он подумает и решит. И, кстати, вы когда построите, ребят? Вы чё меня бесите? Стройте. Давайте втроём прям стройте. Надо шелучников уже делать. Вы чё? Значит, смотрите. Давай уже. Спасибо. Есть у нас вот такие настилы, видите? Они без домиков. Но зато мы можем вот здесь вот расширить себе территорию. По-моему, это прекрасно. Я это попозже сделаю. Сейчас, пока не до этого, мы должны потратить очки. Значит, у нас их три. И мы можем открыть второй фестиваль. Наверное, возьмём вот этот, потому что он достаточно дешёвый. Потому что нам нужны очки. Так что да. И, кстати, они не тратятся, оказывается, на фестиваль-то, ребята. Можно было... Ну, короче, классно. Супер вообще. Давай, давай, думай быстрее. Обмысливай свой фестиваль быстрее новый. Нужно нам это срочно. У нас, кстати, закончилась еда, поэтому надо поставить ещё одну грядку. Одна грядка сдохла внезапно. А, да? Так, я понял тебя. Может быть, тогда мне стоит новый вид еды? Вот видите, вот этот, который... Который за... А, ещё два очка надо. Блин, вот вы, конечно, какие гады-то. Так, второй фестиваль будет находиться у нас здесь. И для него нам нужно 14 человек. Вот этот дом что-то достроить никак не могут. Кто-нибудь, срочно достройте дом. Нет глины, нет еды. Так, надо, значит, на глину чувака. И надо чуваков принудительно на еду поставить. Один, два... Последняя грядка вроде работает, да. Так что нормально. Ну чё, ребята, делайте, делайте, делайте вещи. Нам ещё надо бамбука срубить. Но бамбук они, наверное, сами срубят. Тут, по-моему, рядом находится всё. Это опять у нас дождик. Но дождик это пофигу. Сейчас главная еда. Где я могу ещё поле разместить? Я могу, на самом деле, вот сюда его ещё поставить. Даже, может, два. Пускай и стоят, так сказать, в резерве. Потом появятся. Видите, трава. Из-за того, что я здесь что-то поворащивал, трава ушла. И теперь здесь почему-то больше ничего не растёт. Это, конечно, весьма печальная история. Прям совсем. Да достройте вы уже, глины не хватает. Вот дерьмо. Странно. Раньше у меня были проблемы с деревом. Теперь у меня с деревом проблем нет. Аж 13 в запасе есть. А вот глины как бы маловато. Может быть, может быть. Нет, они всё выкопали здесь. Вот это могу им назначить, конечно. Где ещё тут есть у вас глина? Вот тут глина есть. Забирайте, выкапывайте. И вот этот пацан должен помогать нам с глиной. О, у нас её уже 4. Ребята, что вы меня бесите? Всё есть. А, он стучит. Всё хорошо. Стучит, это прекрасно. В принципе, учитывая, что у меня куча дерева, я могу пока вот здесь вот навесики такие забубенить. И вот здесь вот. И вот так вот. Вот, мы немножко расширим наши эти... Даже вот здесь мост получится, если дом снести. Кстати, вот я тупой. Надо было так и сделать, чтобы не обходить эту скалу. Так, лучники построились. И у нас уже создаются эти лучники. А, у нас нету бамбука. Я понял. Давайте резать бамбук. Здесь мы его будем добывать. И вот здесь мы его будем добывать. Этого пока достаточно. Ребята, мочите бамбук. Нам нужны лучники. Так, смотрите, у нас какой-то ивент. Какие-то лучи с небес. Видимо, это засуха. Еды не будет. Так что вот еда у меня одна. И это печально. А, они бамбук-то для фестиваля делают. Ну ладно, вроде вот несёт чувак себе на лук бамбук. Еда опять кончилась. Раз, два. Ещё два поля. Срочно мне займите. Внезапно загорелся дом. Вы, ребята, как это... Как так произошло вообще? А, потому что засуха. Я понял. Потому что засуха. Короче, нас пока 20. А три дома уже не в состоянии быть домами. Слушай, друг, давай-ка ты отойдёшь. Ещё не хватало сдохнуть из-за огня. Вы тоже отойдите, пожалуйста. Ну, блин, какой пожар. Большой пожар. Да хорош уже гореть-то. Ну, хватит. Тушись давай. Всё, спасибо. Да, слушайте, из-за засухи долбануло так, что у нас тут немножко погорело всё. Нужно восстанавливать дома. Один. Два. Три. Срочно дома восстанови. Давайте, пацаны. У нас глины должно быть до хрена. Там чувак работал, а чё-то уже и не работает. Помер, что ли? Так, эти копают. Это тут вот копает. Один дом восстановили. Но надо ещё. Кто-то к нам пришёл опять. На нас нападают? А, да, на нас нападают. Ребята, надерите им жопы. Они вот сейчас вообще некогда прям совсем. Лучник, давай. Ты же лучник. Всё, 16 из 16. Кто-то помер нас. У нас вот этот чувак синенький. Ну, всё, нет. Давайте. Он в своего попал. Не, ну ты красавчик. Слушай, метка, метка. Только надо в зелёного было стрелять. Давай, чини этот сраный дом. И ты чини. А ты иди глину добывай. Куда ты пошёл? Он домой пошёл. Сыкло. Срочно добыть глину, чтобы всех победить. Здесь кто-нибудь тренируется? Никто здесь не тренируется. Ну, потому что народу мало. Всё нормально, да. Надо больше домов. Слушайте, давайте я, может... Давайте я, может, вот сюда один поставлю. Сюда один поставлю. Раз уж у нас есть навесы, да, пускай стоят. Правда, они деревянные, значит, могут загореть. Но я надеюсь, что всё будет хорошо. У нас, кстати говоря, снесли грёбанный фестиваль. Как вы могли заметить. Поэтому мы строим ещё один. Теперь у нас вроде бы с едой проблем нет. Поэтому сейчас вот они его быстро сколотят. Мы его проведём. У нас будет куча очков. И мы, наконец-то, выйдем в протекшн. И во что-нибудь ещё. Очень полезное и нужное. Сейчас я даже посмотрю. Да, мы выходим в протекшн. А всё оставшееся вкидываем вот в этот корабль. А, он требует ещё один луч. Вот твою мать. Надо либо мувимент качать ещё, либо пассив. Либо придётся проводить ещё один грёбанный фестиваль. В общем, скорее всего, последнее. Как вы понимаете, катки здесь довольно стремительные. Вот одна игра. И если я сейчас не сольюсь, то, в принципе, мы уже скоро будем нападать на вражину. Ну, построй дом. Чё ты смотришь-то на него? Коллапс? В смысле коллапс? Дом обвалился. Его из-за дождя он обвалился. Представляете, как классно? Сейчас вот ещё кто-то, видимо, обвалится. Боже мой, они все начали разваливаться. Я уже, я уже, короче... Да ты прикалываешься, твою мать. Я уже нихрена не рад, что я решил строить дома из глины. Прям совсем. Самое странное, что они их нифига не восстанавливают. Так, фестиваль. Провести фестиваль. Ребята, сначала потусим, потом будем дома дальше строить. Давайте, жрите мясо, которое вы из пшеницы добываете. И кайфуйте. Мне нужны грёбаные очки. Три уже есть. И мы выходим в протекшн. Значит, у нас есть клифф эндвинг. Это, я так понимаю, типа шелтера, знаете, водная защита, видите? Также у нас есть защита от огня. И есть ещё одна защита от огня. Но вот эта штука, походу, ставится у воды. А вот это просто колодец. Поэтому мы, наверное, возьмём колодец, чтобы прямо не думалось. Он 100% нас от огня защитит. Но вот... Хотя в вопросе, знаете, этих домов, мне кажется, может и шелтер бы пригодился. Я всё равно боюсь, что что-то выгорит у меня. Вот честно. Поэтому... Или знаете, как это работает? Я понял, как это работает. Мы когда выбираем дом... Ты там подумаешь... А, пока фестиваль идёт, он тупит. Я понял. Короче, смотрите. Значит, пока идёт... Пока мы выбираем дом. Вернее, когда мы выбираем дом. Сейчас я покажу. Мне нужно открыть эту страничку. Я не могу этого сделать. Ребята, делайте дома. Прошу вас. Вам и жить негде. У вас 19, домов на 12. Восстановите их, пожалуйста. Короче, значит, смотрите. Во-первых, нам нужен ещё один лучник. У нас... Потому что всего один. Что за бред? Ты тоже будешь лучником. Да, иди становись лучником. Вот. Мы открыли колодец. Теперь я его сразу же куда-нибудь... Не знаю, куда. Давайте угрядок поставим вот сюда в угол. Значит, вот. Когда мы выбираем им шелтер, он как бы сразу автоматически создаёт архитектуру. И все здания будут обладать такими же свойствами, как вот эти вот, собственно, хатки их. Получается. Именно поэтому у меня казармы тоже... Да закройся ты, твою мать! У меня казармы тоже из глины создались. Прикиньте, как весело, а? Короче, вот такие маленькие приколюхи можно открывать в этой игре. И ещё один человек. Иди в лучники. Будем скоро нападать. Так, короче, фестиваль мне нужен ещё один. Что это такое? Уорнинг. Почему уорнинг? Не найду материалы. Да всё ты найдёшь. Там вот клэй нужно. Шесть даст очков. Давайте вот этот, да? Какой-то, в общем, мемориал благовоний или что-то такое. У нас с глиной проблем не будет. Сейчас я человека сюда назначу. Дома мы не восстановили пока что. Наверное, потому что там человек не работает. Падла, глину-то надо копать. Всё, есть. Построили колодец или не построили? Что такое фаер? Ой, привет, Жук. Жук, ты чё пришёл сюда? Какая-то странная падла. Ты чё ходишь-то, я не пойму тут. Давай, вали, давай. Ты мне неинтересен. Я пока с тобой общаться не хочу. И давай ногу убери с дома. Слышь, его и так восстанавливают. У него потрепала погода. Давай, вали отсюда нахрен. Давай, накопали вроде глину. Сейчас дома будут восстанавливать. Мы пока что вот этот мемориал ставим. На него тоже, естественно, потребуется глина. Твою мать, сколько ж надо глины. Ужас вообще. И народ отправляем продолжать учиться мастерство стреляния из лука. И вот наша толпа лучников. Как вы понимаете, должна. У этих кто вообще из воинов? У них, по-моему, вообще воинов нету, да? То есть мы их типа вынесем так. Мы их типа, может быть, вынесем так. Но выносить мы их, естественно, будем, когда лучников станет большое количество. Сейчас стрёмно. Честно, вообще прям сильно стрёмно. И всё сюда и дестрой вот этот дом. Так, чуваки, ну чё такое-то, я не пойму. Еда-то кончается, вы тупите. Здесь, кстати говоря, выжженная земля более-менее восстановилась, но трава всё равно сухая. Вот как же мне тогда быть-то с едой? Вот ещё дом тоже надо построить. Рейд, ребята. К нам идёт рейд. А тогда ещё один чувак срочно идёт в лучники. Может быть, в этот раз я таки смогу отбиться. И ещё мне нужен бамбука. Вот бамбука нужна, вот эта бамбука. Чтобы солод это создать. Там бамбук вроде есть, но пускай будет больше. Так, у меня пять лучников получается уже. У нас четыре очка. Итак, значит, мы идём... Вот куда? В пассив или куда? Ну, давайте в пассив. Верёвки, какие-то топоры, короче. Давай топоры. Топоры вроде как тоже нигде произвести нельзя. Это какая-то обилка просто. Может быть, что-то увеличит какие-то их параметры. Да, наверное, да. Блин, рейд всё ближе и ближе. Сейчас будет битва, господа. Сейчас будет битва. Серьёзная, ожесточённая. И, возможно, даже с неравными силами. Хату достройте, падлы. В смысле? Меня кто-то просил. В смысле? За что вы меня прощаете-то? Я не пойму. Это мы вас прощаем. За то, что вы, падлы, у нас еду просили в самом начале игры. Так, лучники, соберись. Общий сбор, лучники. Колодец, кстати говоря, построили. То есть нам, в принципе, огонь больше не грозит. Нам теперь грозит сраный рейд. Я совершенно не понимаю, откуда он пойдёт и кто нас идёт вообще. Где вот? Где вот рейд? А, смотрите, еда. Требуется еда. Иди отнеси, пока лучники... Сейчас надо быть максимально сконцентрированным, потому что я не понимаю, кто будет нас рейдить. Где противник? Справа никого нет. Слева есть камень мудрости. Надо, кстати, сходить к нему. Он даёт, по-моему... Я вообще не понимаю. Слушайте, а может быть, рейд это как раз-таки вот, когда они еду просят? Видите, ещё просят одну штучку еды. Давайте назначим сюда чувака. У нас, в принципе, с едой проблем нет. Можно же им её выдавать, как бы. Этот дом что-то не хочет быть достроен. Непонятно. Окей. Нас сейчас 23 человека. Давайте увеличим количество домов ещё до двух. До трёх, может быть, до двух. Давайте. Нам нужны лучники. У нас, по-моему, готов? Нет, не готов. Ещё одна глина нужна. Вы им еды-то дали? Дали. Всё, они ушли. Слушайте. О, боже. О, боже. Божечки мои. Смотрите. Видите это говно? Вот я вам про него в первой части рассказывал. Это, короче, левиафан. И левиафан это ходячая гора. Вот этот жучок, паучок, он по сравнению с ним просто вот тараканчик. Так что сейчас, короче, какой-то, какому-то лагерю будет очень больно и неприятно, когда придёт голем. Это я вам точно говорю. И мы не успеваем 23 с 5. В смысле, что? Вы глину, что ли, не донесли до сих пор? Срочно, ребята. Может быть, мы успеем? Мы уже не успеем. Чёрт. А есть у меня предположение очень такое неприятное. Нет, всё нормально. Быстрее фестиваль. Быстрее фестиваль. Он там долго вылезает. Я успею очки нафармить. Потому что он, понимаете, в чём проблема? Где он вылезает? Да ты угораешь надо мной. О, боже. Он вылезает прямо у моих пацанов. Ну всё, короче, фестиваль пошёл по бороде. Спасибо тебе огромное, падла. Ну, мне не везёт прям совсем. Чё-то... Чё-то не везёт. Тогда эта скотина вылезла вообще в другом конце карты. И вот его морда. Вот его чёрные глаза. И он ломает всё, на что наступает. Видите, да мамка кирдык. Вот это вот гадина. Да. И улитка припёрлась. Ребята, а улитку мочи? Чё-то повисло всё. А, да. Классно. Чётко. О, потрясающе. Да. Unreal Engine, значит, крашнулся. И мне предлагают репорт отправить. И, к сожалению, господа, на этой прекрасной ноте и с куском геймплея, который я уже пробежал, мне придётся закончить вторую часть по игрушек в Каингу. Но если вы думаете, что я всё, я не всё. Она против меня. Это даже интереснее. Так что, падла бросила мне вызов. Так что я хочу ещё. Увидимся, ребята, в третьей части, которая, надеюсь, не вылетит нахрен. Ну, бета, товарищи. Да, я не знаю, что спровоцировало краш. В общем, репорт я отправлю разработчикам. Надеюсь, логи сохраняются. Спасибо за внимание. Услышимся в продолжении, где я уже, наконец-то, не сдохну. И игра у меня не крашенется. Вот такие вот релизы нынче пошли стабильные. По кошечке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова